Добрый вечер! В эфире Баку-ТВ новости в студии Сара Гамзаева. Вначале коротко о главном. Очередная провокация на границе. Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер вооруженных сил Армении в направлении Лачина. Азербайджанская школа реставрации исторических памятников удостоена международной премии за инновационные примеры в образовании в области всемирного наследия. В Баку грандиозным фейерверком завершился международный фестиваль DreamFest. Какие впечатления у гостей и зрителей оставил праздник музыки на берегу Каспийского моря? Сегодня в выпуске. А теперь подробнее. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев направил президенту Боливарианской республики Венесуэла Николасу Мадуро Моросу письмо по случаю его переизбрания на этом посту. Поздравителям посланий отмечается, что динамичное развитие Азербайджана-Венесуэльских отношений вызывает удовлетворение. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Баку и Каракас и впредь будут прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных связей между странами в интересах двух народов и взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке. Продолжаем выпуск сообщением Минобороны Азербайджана об очередной армянской провокации на границе. В направлении Лачинского района перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении. Подразделения азербайджанской армии перехватили специальными техническими средствами квадрокоптер ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Согласно информации, 28 июля в 17.40 квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Благодаря бдительности наших подразделений, обнаруженный очередной беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории, уточнили в оборонном ведомстве. С 22 по 28 июля на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана Обезврежено 66 противопехотных, 31 противотанковые мины и 898 неразорвавшихся боеприпасов. В еженедельном отчете агентства «Анама» о гуманитарных операциях по разминированию отмечается, что в течение прошлой недели отмен была очищена территория площадью 885 гектаров. Операции по разминированию проводились со стороны «Анама», Минобороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Продолжаем выпуск. Уникальная азербайджанская школа реставрации исторических памятников МАКТАП, созданная по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника Чариша-Хер, стала победителем международной премии. Эта премия была учреждена действующим под эгидой ЮНЕСКО учебным и научно-исследовательским институтом всемирного наследия для Азии и Тихоокеанского региона. МАКТАПу достойной награды Star of Discovery на конкурсе «Глобальные награды за инновационные примеры в образовании в области всемирного наследия» был выбран из более чем 100 кандидатов со всего мира. Первый в Азербайджане завод по производству промышленных взрывчатых веществ выведен на полную мощность. Предприятие в Генже передано в эксплуатации дочерней компании закрытого акционерного общества «Азерболт» – общество с ограниченной ответственностью «Азербласт». На начальном этапе предприятие начнет работу с персоналом из 35 человек с последующим увеличением числа рабочих мест до 65. С выводом завода на полную мощность спрос на промышленные взрывчатые вещества будет удовлетворен за счет местного производства и зависимость от импорта будет устранена. Министр экономики Азербайджана Микайл Джабаров ознакомился с деятельностью завода. В своем аккаунте в соцсети «Икс» глава ведомства подчеркнул важность данного проекта, являющегося успешной бизнес-моделью государственно-частного партнера, партнерства в достижении таких целей, как создание новых рабочих мест и современных производственных площадей, а также устранение зависимости от импорта. Дзюдоист-Азербайджанец Заур Джалил в очередной раз выиграл турнир в США. Он оказался сильнее всех своих соперников в весовой категории 81 кг. Спортсмел отпраздновал победу, облачившуюся во флаг Азербайджана. Отметим, что Заур Джалил с 1998 года живет в США. Ранее он трижды выигрывал чемпионат США под дзюдо. Заур Джалил является обладателем черного пояса третьего дана. Кребль назвал бездоказательными обвинениями сообщения о том, что Россия якобы напала на объекты критической инфраструктуры Франции во время Олимпиады. Об этом сказал пресс-секретарь России Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга. Ну, как очередные утки, очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких и низкопробных средств массовой информации, и даже уважаемых, они в последнее время не гнушаются ни тем в том, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит. Ну, это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ. В Баку грандиозным фейерверком завершился международный фестиваль DreamFest. Несильный порывистый ветер, ни дождь не смогли омрачить атмосферу потрясающего праздника на берегу Каспийского моря. В Баку, в Сибрис Резорт, завершился международный фестиваль DreamFest 2024. Масштабный музыкальный праздник, который проходил с 23 по 28 июля, собрал звезд российской, азербайджанской и мировой эстрады. Мечта сбылась. Заявочный фестиваль всегда самый сложный. Я думаю, что после эфиров, которые телевизионных мы получим после этого фестиваля, я надеюсь, что этот фестиваль станет ежегодным и самым крупным и масштабным в мире. Первое, что мы бы хотели сказать, мы рады быть в Баку, в Сибриде. Здесь потрясающие люди. Мы прям очень-очень счастливы находиться здесь. Дорогие мои, те проекты, которые делает Эмин Агаларов, эти проекты, это значит качество, творчество, звездный мир. Не забываемое, и самое главное, самое главное, это очень большой плюс для нашей азербайджанской, для искусства азербайджанского. Спасибо тебе, Эмин. Мы тебя очень любим. Потрясающе, очень радостный праздник, настоящий праздник музыкальной культуры. Поэтому мы принимаем участие, это очень здорово. Спасибо за приглашение. Я приехал практически с первого дня, чтобы посмотреть. Но это достойно уважения. Спасибо Эмину. Спасибо. Я тоже очень скучала. Была последний раз до пандемии. С удовольствием вернулась. Наслаждаюсь тем, что уже видела. Наслаждаюсь тем, что Эмин со своими партнерами сделал в Сибриде. Это, конечно, потрясающе. Ну и хочется сказать о фестивале. Я каждый день это говорю всей команде. Эмину лично, все-таки он мой большой и давний очень друг, близкий. Вот. Вы сделали просто, ребят, невозможное, нереальное, грандиозное, масштабнейшее мероприятие. Это просто супер. Бурными аплодисментами зрители встретили выступления народных артистов Азербайджана Эмина Агаларова, Айгюн Кязымовой, Файка Агаева, Тунзали Агаевой. Также на сцене выступили Фарух Закиров, известные российские исполнители Мари Креймбери, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и другие. Заключительный фестивальный день прошел при полном аншлаге. Зрители подпевали любимым артистам и танцевали, несмотря на ветреную погоду и внезапный дождь. До конца поддерживали артистов на сцене. Завершился концерт грандиозным исполнением песни «Мой Азербайджан». На этом у нас все. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют, а также пишите нам на наши аккаунты в соцсетях. Следите за нами в Европе и Азии через спутник Азербайджан, выбирая частоты, которые видите на экране. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале на АзТелеком и БакТелеком, в 18-м канале Ситинет, в 2-м канале на Коннект ТВ, в 12-м аналоговом и в 22-м цифровом каналах КТВ, на Айля ТВ по АйПи на 66-м, на цифровом 16-м и аналоговом 13-м каналах. Также Баку ТВ смотрите и на АТВ+. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова